Сегодня у нас десятая тема, посвященная наркотическим и психотропным препаратам, получению и правилам обращения с ним, тому, что мы должны родителям с вами рассказывать, на что не всегда у медицинских работников хватает времени. Хотя жаль, ведь наркотические и психотропные препараты это в то же время опасные вещества, с которыми нужно правильно обращаться. Лекарства и яд разделяются дозой, как говорится, поэтому существуют правила, которые должны соблюдаться. И недаром за оборотом этих препаратов установлен контроль, государственный контроль, о котором мы тоже сегодня поговорим. И это неспроста, потому что действительно препараты могут принести и вред, и обращаться с ними необходимо правильно. Немножко, если говорить о предыстории, да, все мы помним, например, громкую историю с психотропными препаратами противосудорожными несколько лет назад, когда маму одного ребенка при пересылке и получении препарата, который пересылался почтой противосудорожного психотропного препарата, ее сдержали, было заведено уголовное дело. Конечно, общественность смешалась, и фонд Веры, и благотворительный детский хоспис Домс Майком принял участие, и правительство, и государственные органы, и фармкомпании, и московский накренный завод активно включились. И на данный момент проблема доступности клобазама, медазолама защечного и диазепама ректального намного улучшилась. Этот препарат доступен практически во всех регионах, и получая такие препараты, родители должны с ним уметь пользоваться, чтобы таких неприятных историй больше никогда с ними не приключалось. Что еще бы хотел сказать, что, конечно, в первую очередь, наркотические психотропные препараты применяются для устранения, уменьшения боли, устранения иных тяжелых проявлений заболевания, таких как судороги. Конечно, здесь право пациента на избавление от боли – это очень-очень важная вещь, которую мы не должны выпускать. Если в вашем регионе вдруг в скорой помощи нет укладок, в укладках нет морфина, или еще какие-то проблемы, не оставляйте их без внимания. Такие проблемы нужно решать, потому что, когда препарат необходим, срочно пациенту для обезболивания или снятия судорог, этот вопрос должен быть решен быстро, то есть все должно быть в наличии. Поэтому я призываю сегодня заняться этой темой, разобраться, как же эти препараты получаются, как с ними обращаются, чем регулируются, какими нормативными актами. Мы, конечно, не охватим сегодня все вопросы, о чем мы не будем сегодня с вами говорить, о том, как обращение с такими препаратами организуется в медицинской организации. Вот о том, что делает внутри медицинская организация, как она осуществляет учет, как у нее движение хранения и перевозка, это мы говорить не можем, не будем сегодня. Поэтому на это не хватит времени, это не наша задача. Я призываю, кого есть интерес, мы кратко коснемся основных моментов, и я укажу нормативные акты. В то же время вы можете на портале пропалиатив найти массу материалов, пособий, вебинаров о том, как выписываются рецепты, как организуется медицинская организация, обращение, хранение и прочее с такими препаратами. Это тоже важно, тоже призываю вас знать эти моменты. Но для этого есть отдельные вебинары и материалы. Мы сегодня поговорим с прицелом на то, что нужно знать нам, чтобы правильно сопровождать семьи. Чтобы мы имели четкую позицию профессиональную, как должно быть вот такие правила, чтобы мы могли это транслировать родителям и сказать, что можно, что нельзя и не забудьте вот это. Вот на этих вопросах мы сегодня остановимся. Основные понятия мы тоже проговорим. Что же это за препараты, как регулируется их назначение, получение, особенности, какие для них установлены, как закреплено право пациентам из-за облегчения боли и других тяжелых проявлений заболевания, как выдаются они после выписки из санара, как правильно перевозить, хранить, что нужно сделать после смерти пациента. Потому что препараты остаются, в каких случаях нужно возвращать их, как это сделать. Тоже важный момент, который у нас не все знают. Будем на этом останавливаться. И немного поговорим о том, что же делать, если проблемы с получением этих препаратов есть. Мы тему лекарственных препаратов в прошлый раз подробно разбирали. Кто пропустил вебинар, призываю вас вернуться, посмотреть запись. Очень большой и хороший, мне кажется, был у нас вебинар, было много вопросов. Мы все сложные вопросы разбирали, но не касались как раз темы наркотических и психотропных токомелькомцев. Поэтому, что же такое НСПВ? Многие из вас термины, аббревиатуру слышали, используют даже кто-то ее. Что же такое? Это наркотические средства и психотропные вещества. Для краткости тоже будем сегодня его использовать. Законодательство, а именно Федеральный закон о наркотических средствах и психотропных веществах номер 3. Вот так объясняет, что же это за вещества. А это вещества и средства, которые внесены в особый перечень. Этот перечень содержит списки. Наверняка тоже вы где-то слышали или даже хорошо знаете, что существует 4 списка наркотических и психотропных веществ, включенных в перечень, утвержденные правительством. Это постановление правительства 681. Из этих списков 4 нас будут интересовать 2 и 3. Это как раз те препараты, которые входят в наркотические средства и психотропные вещества, часто используемые в медицинских целях. Какие-то. Второй список. Это морфин, фентанин. И третий. Это психотропные вещества, с которыми тоже часто очень сталкиваемся. Тот же диазепан, клобазан, клонзепан, медазолам, фенопробитал. Все знакомые названия. Вот они входят в третий список. И по спискам тоже идут меры контроля, определяются законодательством. И дальше мы будем именно употреблять второй список, третий список. Каждый может зайти. У нас на портале тоже вы можете найти этот перечень. У нас есть подборка материалов, посвященных лекарственных препаратов, нормативных актов. Здесь есть актуальные списки, ссылки на нормативные акты. Можете зайти, узнать. Медики все и так знают. И уточнить, есть ли какой-то препарат в этом списке. Меры контроля применяются к препаратам лекарственным, содержащим наркотические и психотропные вещества и средства. Такие же, как и к самим средствам и веществам. Поэтому здесь будем использовать аббревиатуру НСИПВ для краткости. И будем иметь в виду препараты, которые содержат эти вещества. Оборот этих веществ находится под государственным контролем. Регулируется законодательством. И входит в него все, что вы видите на слайде, перечислено. Это и разработка, и производство, перевозка, пересылка, реализация, использование и так далее. Все это должно делаться в соответствии с нормами, установленными законодательством. Если эти нормы законодательства, которые устанавливают правила оборота, не соблюдаются, тогда это называется незаконным оборотом. И за ним незаконный оборот предусмотрены те или иные ответственности. Конечно, это сложно. Очень много законов, сложностей, правил. Бедные врачи с такими трудом, когда начинают работать с этими препаратами, учатся выписывать эти рецепты. Там действительно очень много сложностей. И все должно быть заполнено прямо без малейших помарок. Я знаю, до слез даже многие, когда учатся выписывать, там используют черновики, распечатывают специально, чтобы научиться правильно выписать такой рецепт. Это очень сложно. Но и все эти сложности вызывают порой нежелание вообще связываться с этими препаратами. Для пациента это плохо. Поэтому нужно всем соблюдать правила и при этом не нарушать доступность для пациента. Сложно, но, наверное, возможно. Итак, нейроконтроль, оно установлено законодательством. Есть некоторые исключения. Для лекарственных препаратов, в которых содержится малое количество наркотических средств, всех подобных веществ, там есть отдельные приказы. Если кому-то интересно, могут потом найти их, разобраться, посмотреть. Мы подробно на таких моментах сегодня не будем останавливаться. Но то, что делается по закону, то оборот препаратов, внесенных в списке 2 и 3, допускается в медицинских целях. Вот это у нас сегодня аспект и интересует. То, что используется для оказания помощи нашим пациентам, нашим детям. И вот на что хотела обратиться. Обратить внимание, да, мера контроля – это да, это отлично. Но не забывать необходимо всем государственным контролирующим органам, медицинским организациям, что государственная политика строится на принципах. И один из принципов – это доступность наркотических средств и психотропных веществ гражданам, которым они необходимы в медицинских целях. Поэтому необходимо сделать все, чтобы доступность была на должном уровне. Право пациента закреплено в федеральном законе 323-м, об основном здоровья граждан РФ. Каждый пациент, не только нуждающийся в палеоативной помощи, любой имеет право на облегчение боли, связанное с заболеванием, состоянием или медицинским вмешательством. На это право, на эту норму закона необходимо ссылаться. Если на уровне вашего региона вдруг что-то не работает по обезболиванию, пишите обращения от некоммерческих организаций, от граждан, чтобы нарушения устранялись, чтобы в укладках скорой были необходимы наркотические препараты для обезболивания, и ненаркотические тоже, чтобы были доступны психотропные препараты, вот, пожалуйста, каждый пациент имеет право на облегчение боли. Палеоативный пациент тоже. При оказании палеоативной медицинской помощи, как мы видим, в положении об организации оказания палеоативной медицинской помощи, указано, что назначаются по медицинским показаниям обезболивающие лекарственные препараты, в том числе наркотические и психотропные, в списках 2 и 3, в том же порядке, в которых назначаются все другие лекарственные препараты. Это приказ, который мы с вами в прошлый раз подробно разбирали, 10.94 назначения лекарственных препаратов. Какие еще меры контроля существуют? Наверняка слышали, что есть такой предметно-количественный учет, не всегда все понимают, что это такое, что в организациях, где используются эти препараты, придется предметно-количественный учет, там есть свои журналы, свои формы заполняются. Мы на этом подробно не будем останавливаться. Кому интересно, могут эти нормативные акты найти, почитать, углубиться в эту тему. Там тоже препараты, которые подлежат предметно-количественному учету. В этом отдельном перечне разделены на 4 раздела, опять же, и все наши препараты из списка 2-го и 3-го попадают в раздел 1. И ведется их предметно-количественный учет. Что нам говорит законодательство о хранении таких препаратов? Очень много оно говорит о хранении юридическими лицами, то есть в организации аптечных, медицинских. Есть отдельное постановление правительства об этом для организации, имеющих лицензию на осуществление деятельности по обороту. То, что мы будем углубляться, нас больше интересует. А что же про физических лиц? А вот про хранение физическими лицами ничего у нас не сказано. Сказана фраза только. Хранение таких средств в любых количествах, в целях, не предусмотренных федеральным законом, запрещается. То есть оно разрешается, если вы получили препарат по рецепту в медицинских целях и его храните дома для того, чтобы давать пациенту или принимать самим. Все. Больше никакого хранения для пациентов и их родственников не разрешается. И подробнее это не разъясняется. Но мы с вами немножко подробнее потом остановимся. Что же важно родителям не забывать, когда они получили этот препарат и хранят его дома. Дальше. Про перевозку. Тоже очень много говорится про перевозку юридическими лицами. То есть организациями, которые осуществляют оборот таких средств. Есть тоже постановление правительства, которое утверждает правила перевозки. Но что же нам говорит закон про перевозку, пересылку физическими лицами? Вот тут немножко подробнее, чем про хранение. И закон нам прямо говорит, что физическим лицам разрешается перевозить такие препараты, полученные именно в медицинских целях, в аптечных или медицинских организациях, установленные в законном порядке. То есть либо полученные по рецепту, и тогда на руках после получения останется у нас сигнатура, выданная из аптеки, рецепт остается в аптеке. Либо, да, если в медицинской организации при выписке выдали на 5 дней препарат, значит, выписки обязательно напоминаете родителям, если они лежат в стационаре, их выписывают домой для получения, например, креативной помощи, подают на руки препараты, чтобы это было указано обязательно в выписке. На всякий случай при перевозке такое правило законом установлено. Документ должен быть объясняющий, откуда препарат у пациента или у родственника, да, и куда вы его перевозите. Вот. Про пересылку. У нас норма категорическая. Пересылка таких препаратов, препаратов с малым содержанием наркотических средств, психотропных веществ, почтовых отправлений, в том числе международных, запрещается. То есть ни в коем случае пересылать такие лекарственные препараты нельзя. К сожалению, многие родители и в чатах бывает такое, промернёт сообщение, кто-то кому-то что-то отдаёт, передаёт, у кого-то осталось. Разъяснять родителям нельзя такое делать. Да, не пересылать, не продавать, не передавать препараты. Ни в коем случае. И это будет у нас незаконный оборот. Дальше. Переходим уже, собственно, к тому моменту, когда препарат назначается на уровне медицинской организации. Мы в прошлый раз с вами говорили об общем порядке назначения лекарственных препаратов много. О приказе 1094, который очень большой. И там, кроме порядка назначения лекарственных препаратов для медицинского применения, есть ещё отдельные приложения, отдельные разделы, в том числе форма бланков. Также форма бланков, содержащих, предназначенных для выписки, предназначения наркотических и психотропных препаратов. Это отдельные бланки. Мы о них сегодня поговорим. Дальше. Правила оформления бланков. Также всё в этом приказе. Есть, кому интересно. Обычно медики подробно изучают и осваивают эти правила, поскольку при выписке нельзя допускать ошибок. Ну, если вам тоже интересно, посмотрите, изучите. Правила оформления рецептов. Мы сегодня перейдём к назначению. Что говорит нам данный приказ именно о назначении, об особенностях назначения препаратов списков 2 и 3 наркотических и психотропных препаратов. Здесь у нас добьются разъяснения, когда назначается препарат единолично, а когда необходимо решение врачебной комиссии. К сожалению, иногда, когда пациенту не требуется препарат для обезболивания или противосудожный препарат, и бывает, что это срочно необходим такой препарат пациенту, то, естественно, ждать времени нет, а поликлиника не всегда, не часто сталкиваясь с такими препаратами, затягивает процесс, то врача нет, то врачебной комиссии нет, ещё что-то. Как нам разобраться в этом процессе, чтобы правильно аргументировать свою позицию, что вы должны прямо, быстро всё делать? Когда необходима врачебная комиссия? Об этом приказ нам говорит следующее, что препараты списка 2 и 3 могут при первичном назначении быть выписаны врачом или налично. А решение согласования такого назначения с врачебной комиссией требуется только в случае, когда это указано в приказе главного врача. То есть, есть такой в медицинской организации локальный документ, указывая, что у нас назначение первичное препаратов списков 2 и 3 происходит по решению врачебной комиссии. Да, тогда в этом случае требуется такое решение комиссии. Но сколько же её ждать? Вам не могут сказать, что у нас врачебная комиссия будет через 2 недели. Нет. Во-первых, как мы с вами на прошлых вебинарах разбирали, врачебная комиссия действует согласно своему порядку создания и порядку утвержденного приказа Мездрава. В этом порядке сказано, что врачебная комиссия проводится не реже одного раза в неделю в медицинской организации. Но ей могут быть проводиться и внеплановые врачебные комиссии. Вот это как раз тот случай. Если пациенту требуется срочное назначение для обезболивания наркотических и психопотропных веществ, это не значит, что медицинская организация имеет право тянуть. С этим ссылаясь на то, что врачебная комиссия будет контакт. Это значит, должны созвать неочередное заседание врачебной комиссии и согласовать назначение таких препаратов. Если же врачебная комиссия согласования такое приказом главного врача Медицинской организации не установлено, то врач единолично, тот же самый терапевт, педиатр, участковый, должны назначить эти препараты. При повторном назначении в приказе отдельно указано, что назначение такое повторное происходит единолично, без всякого участия врачебной комиссии либо какого-либо согласования. Кроме того, в этой норме у нас разъясняется, при каких же состояниях, кроме болевого синдрома, такие препараты назначаются. И как видите, печень довольно большой. Бывают проблемы иногда, когда врачи отказывают назначить не онкологическим препаратом, а наркотические препараты для обезболивания, ссылаясь на то, что это только для боли, для онкологических. Нет, это не так. Прямо в порядке назначения лекарственных препаратов указаны состояния, при которых эти препараты могут назначаться. Естественно, в соответствии с медицинскими показаниями, с инструкцией к препарату. В прошлый раз мы с вами подробно разобрали, даже где можно посмотреть инструкцию препаратов, которые зарегистрированы в несении в государственный реестр лекарственных препаратов и найти регистрационное удостоверение конкретного препарата можно любому человеку и открыть инструкцию и с ней знакомиться. Вот. Далее. Что же еще важного говорит порядок назначения о наркотических препаратах? Что же запрещается делать? Кто не может назначать? Единственный пункт говорит о том, что назначать наркотические психотропные лекарственные препараты списка 2 и 3 не могут индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на осуществление медицинской деятельности. Вот такие специалисты назначать эти препараты и выписывать рецепты не могут. А других ограничений нет, за исключением того, что наркотических средств для лечения наркомании нам сегодня с вами их не касаемся. Других каких-то запретов на оформление рецептов медицинских работников приказом не установлено. Упоминали мы с вами сегодня момент уже о выписке из стационара очень-очень важный момент. Почему? Как опрос нам сегодня показал, не все с этим сталкивались, но вы можете столкнуться с этим. Почему это важно? Когда пациент проходит лечение в федеральной клинике, в краевой областной больнице, где-то далеко от дома, после проведения лечения ему длительно не означается рекомендуется ему начатое лечение снятия симптомов наркотическими и психотропными препаратами в клинике выписывается, а зачастую такие пациенты выписываются, например, перед выходными днями или накануне праздников и приезжают домой, где же им взять такие препараты. А наркотические и психотропные препараты без рецепта, как мы уже все поняли, получить, достать невозможно законным способом. Поэтому любые препараты, не только наркотические и психотропные, но эти в особенности, если они необходимы для длительного приема, могут быть выданы пациенту по решению, руководителя медицинской организации, а соответственно, если врач вам, который готовит выписку, не может ничего сказать о том, что да, мы вам выдадим такой препарат, то обратиться необходимо к заведующему отделению и далее главному врачу, руководителю медицинской организации за тем, чтобы вам выдали после выписки, при выписке на хотя бы сроком до 5 дней лекарственные препараты, необходимые для снятия боли и других тягостных симптомов. Обязательно это, как я уже говорила, должно быть указано в выписке из медицинской организации, на которые должны быть встать все необходимые печати подписи, чтобы этот документ был у вас на руках и при перевозке никаких нарушений случайно не было выявлено. Дальше вы едете домой и в поликлинике по месту жительства объясняете родителям, родители едут домой и вы им объясняете, куда обратиться с выпиской, чтобы в поликлинике по месту жительства уже были и ребенку, и взрослым выписаны необходимые препараты. Далее про форму рецепторных бланков. Как вы понимаете и многие знаете, для наркотических психотомных препаратов для их выписки существуют специальные бланки. Препараты списка два, кроме транснормальных терапевтических систем, это пластыри, выписываются на рецепте 107 УНП. Есть также другая форма 148, на которых выписываются с меньшим уровнем контроля препараты, содержащие комбинированные препараты, малое количество НСПВ, транснормальные системы, пластыри выписываются на другой форме. И не забываем, что если выписывается льготный препарат, а все эти препараты для региональных и федеральных льготников также могут быть выписаны бесплатно, это мы с вами кто пропустил разбирали в прошлый раз, но что здесь должно быть сделано? Должен быть рецепт 107 или 148 формы на выписку лекарственных препаратов НСПВ и второй должен быть выписан дополнительно 148 с литерой Л льготной, то есть у пациента для бесплатного получения или льготного получения со скидкой должно быть два выписано бланка то есть и 107 и 148 и 88 и еще один бланк дополнительно выписывается для льготного получения если это в бумажной форме как в большинстве регионов происходит до сих пор это два экземпляра можно быть в бумажном носителе на руках и тогда в аптеке можно будет получить бесплатно как я напомнила формы бланков можно посмотреть в текаре 10.94 там прямо в приложении есть эти формы разобраться где там у них что написано как они заполняются подробно не будем на этом останавливаться но если кому-то интересно посмотрите разберитесь и повторяю у нас на портале есть руководство по заполнению рецептов и распоряжение у них для специалистов и были вебинары тоже проводились думаю там все найдете что вам здесь будет нужно при выписке рецепта да вот не забываем я сказала про льготный рецепт да выписаны могут быть наркотические психотропные препараты тем пациентам которые имеют право на льготное обеспечение бесплатно не забываем что у врача есть обязанность установленная федеральным законом 323 об информировании пациента о возможностях годного лекарственного обеспечения то есть ни пациент ни мама ребенка должна объяснять а почему мне платный рецепт выписываете вот только недавно я столкнулась 18-летний мальчик да вот при переходе во взрослую поликлинику училась масса проблем с получением психотропных препаратов в том числе рецепт дезапам был выписан да платный причем не ректальный да почему происходит почему мама должна объяснять что я имею мой ребенок имеет право на бесплатное получение это врач разъяснить на что вы имеете право и мы как представители некоммерческих организаций давайте будем работать вы у себя в регионах тоже разъяснять поликлиниках да чтобы они не забывали о своей обязанности которые на них возложил федеральный законодатель и они должны разъяснять пациентам как получить препарат бесплатно что по поводу получения рецепта медицинской организации с которой родственник пациента идет в аптеку или сам пациент да если это взрослый пациент кто может быть получить такой рецепт наркотические психотропные препараты ну все понятно если это родители ребенка законный представитель он в любом случае как являясь законным представителем может и родитель опекун усыновитель ребенка может получать и рецепты и препараты по рецепту бывают такие стопс когда после 18 лет опекунство еще не оформлено как получать рецепт как получать препарат по рецепту если по факту родитель уже не является законным представителем да опекунство еще ждем и вариант когда пациент уже взрослый мы сегодня в лектории как раз по детям говорим но все-таки мне кажется это очень важная тема и к вам могут обратиться родственники взрослых пациентов тоже важно это понимать для взрослых пациентов как жене для мужа получить обезболивающие препараты по рецепту как это сделать или другому родственнику брату сестре как это сделать в этом случае у нас в приказе 10-4 есть отдельный пункт 6 который рассказывает как это делается он говорит что в этом случае на лицо который получает рецепт и затем с рецептом идет в аптеку может быть оформлена доверенность и в этом случае доверенность не обязательно должна быть материально заверенная вовсе нет если врач выписывает рецепт берется рецепт доверенность от пациента написана от руки этого достаточно что же еще для инкурабельных пациентов говорит у нас приказ он говорит о том что представление такой доверенности не требуется может быть другая форма оформления в этом случае в этом случае врач может выписать справку то есть при выписке рецепта он оформляет справку для лица получающего по рецепту препарат которым вносит его данные фамилию отчества данные паспорта заверяет его своей подписью печатью учреждения и с этой справкой и с рецептом лицо которое получает для пациента препараты идет в аптеку вот такой механизм нам предлагает сейчас приказ действия 4 если у вас были например истории связанные случаи кейса с этим с этим моментом как получалось выходить из ситуации были ли сложности расскажите в конце вебинара у нас сегодня будет время поговорить поделиться опытом работает эта норма не работает приказ довольно новый в 21 году вступил в силу как вы пользовались может быть у вас есть информация по родителям детей кто с детьми только работает обычно проблем не возникает если родитель сам получает тут проблем предъявляет паспорт и все дальше при отпуске из аптеки что мы еще должны с вами вспомнить рецепты на такие препараты о которых мы сейчас говорили форму бланков упоминали в аптеке после отпуска препарата хранится то есть остается в аптеке на руки пациенту выдают сигнатуру в которой есть все данные рецепты когда он выписан на кого в какой дозировке в каком количестве препарат какая аптека выдала какой сотрудник в общем все данные в этой сигнатуре есть то есть у пациента или родственника получившего препарат остается на руках в документ срок действия рецептов на наркотические психотропные препараты 15 дней если препарат нет наличия он также должен ставиться на срочное обслуживание здесь остается вопрос у нас опять да иногда препараты бывают которые длительного приема есть какой-то запас не срочно но если препарат для обезболивания как можно его ждать необходимо если препарат нет в наличии нужно сразу бить в колокола не нужно ждать неизвестно сколько тем более что теперь у нас срок обслуживания рецептов приказом не установлен раньше у нас были такие дни прямо установленные приказами здраво теперь нет поэтому если препараты для обезболивания нет в аптеке или противосудорожного препарата и у вас нет запаса у родителей нет запаса да объясните давайте не будем ждать а будем сразу обращаться в розыгранадзор и в другие органы сегодня мы об этом подробнее поговорим куда можно обратиться быстро на какие горячие линии чтобы решить проблему доступности и что еще можно сделать вот далее получили препарат до возврата о чем мне хотелось бы еще поговорить о том как обращаться дома с препаратами это ни в каких законах нигде у нас не расписано как с препаратами такими дома правильно родителям какие правила соблюдать поговорите об этом врачам не всегда медицинским работникам хватает времени иногда они думают что это наверное само собой разумеющиеся но к сожалению нет иногда может быть вы тоже сталкивались с такой картиной что дома ребенок тяжело больной ребенок у которого много препаратов иногда это целая коробочка стоит на столе и рядом здоровый сиблинг который может бегать играть и вот эта ситуация очень опасная обращайте внимание родителей всегда никакие сиропы противосудорожных препаратов да вообще никаких лекарств не должны быть доступны если у вас есть дома дети еще другие которые бегают могут залезть открыть бутылочку я тоже хочу сиропчик как братик ни в коем случае к сожалению есть трагические истории с которыми я тоже сталкивалась нельзя так делать все лекарства должны быть в недоступном месте для детей и кроме того для если в доме есть еще другие члены семьи с ментальными нарушениями то же самое обязательно все должны лекарства забираться быть в недоступном месте пожалуйста поговорите об этом с родителями иногда вот эти моменты пускают если дома домой приходите посмотрите объясните что это действительно опасные вещества не просто так установлены меры контроля потому что препараты вызывают зависимость но и потому что лекарства от яда отличает дозировка и особенно для этих препаратов это актуально и передозировка это очень опасно не дай бог они попадут куда-то не по назначению кроме того что попадание в незаконный оборот это тоже очень важный момент в разных семьях в разной обстановке кто-то приходит в дом есть другие дети подростки к ним приходят друзья еще кто-то не дай бог держите все обязательно чтобы родители держали все в закрытом месте недоступном не дай бог пропадут эти препараты как вы знаете сейчас маркировка лекарственных препаратов осуществляется все это может быть отслежено и попадание в незаконный оборот мы допустить не должны это надо обязательно родителям объяснить кроме того после смерти пациента и ребенка и взрослого очень важный момент тоже иногда про препараты забывают они где-то там валяются лежат в аптечке и потом куда-то пропадают тоже пожалуйста нельзя такого допустить в каких же случаях необходимо препараты куда-то сдать а когда необходимо их уничтожить существуют организации которые занимаются утилизацией лекарственных препаратов не только наркотических психопотребных вообще если конечно многие выбрасывают просто в канализацию что тоже экологически наверное не совсем верно лучше если есть организация куда можно это сдать до утилизации препаратов все-таки это химические вещества которые не всегда в природе полезны что касается наркотических и психотропных те которые включены в список в список 2 наркотические психотроп именно наркотические препараты списка 2 прежде всего с чем сталкиваются у нас родственники пациентов морфин фентанил в этом случае ну фентанил на дому это фентаниловые пластыри да вот трансдермальные системы это имеют ввиду они если остались неиспользованные упаковки с такими препаратами после смерти пациента не нужно про них забывать их нужно оформить возврат тем порядком который установлен законодательством у нас есть отдельный приказ 23 еще 2016 года которым утвержден порядок приема использования неиспользованных простите наркотических и психосредств именно наркотических средств списка 2 от родственников умерших больных там разъясняется что в течение трех дней после получения медицинского свидетельства о смерти такие препараты должны быть в не вскрытых или частично использованных первичных упаковках возвращены медицинскую организацию в ту где они были вам выписаны рецепты к сожалению и мы сами с этим сталкивались не всегда так просто вернуть такие препараты иногда поликлиника выписывает рецепт на выписку рецепта никакой лицензии не требуется естественно наоборот таких веществ рецепты выписываются а когда вы принесли препарат его нужно куда-то утилизировать и не все медицинские организации с этим умеют работать да то есть если эта конкретная поликлиника не принимает на возврат значит у вас в регионе должна быть организована какая-то мушетизация куда такие препараты после смерти пациента необходимо сдать сдаются они по акту акт оформляется медицинским работникам и на что особенно хочется обратить внимание мне кажется это сейчас уже не так актуально все-таки уже все знают что пустые ампулы использованные пластыри сдавать чтобы выписать следующий рецепт не нужно хочется писать это огромными буквами чтобы уже все запомнили и никогда не требовали от родственников пациентов принесите пустые ампулы мы вам выпишем следующий рецепт чтобы такого не больше никогда не встречалось нет пустые ампулы никуда не сдаются ни при жизни пациента ни после его смерти нет после смерти пациента родственники сдают только оставшиеся неиспользованные ампулы наркотических препаратов списка 2 остальные необходимо подумать над тем куда где их утилизировать не нужно их хранить тем более отдавать кому-нибудь неизвестно кому потерять куда-то еще-то выбросить помойку нельзя такого делать очень важно если еще по поводу этого приказа порядка приема то есть в организации должен быть журнал в который это записывается должен составить медицинский работник составить акт в котором указано от кого в каком количестве примет эти препараты можно попросить хотя бы сфотографировать если вам не дают копию что вы сдали эти препараты на всякий случай иметь у себя да у нас были истории когда мы помогали шлить вот эту процедуру препараты принимали не всегда это в той же поликлинике иногда это говорят вот вам нужно пойти вот туда препараты там у вас примут в другой медицинской организации в том же населенном пункте но акт составлялся и препараты эти были сданы вот это очень важно многие про это забывают и не забывайте пожалуйста нигде эти препараты не отдавать не хранить расскажите родителям после смерти пациента никуда не передавать не пересылать не отдавать в другой регион кому-то там кому он нужен это черепата не дай бог могут привлечь к ответственности за незаконный оборот пожалуйста конечно все это происходит не от хорошей жизни кто-то кому-то передает препараты от того что с доступностью у нас до сих пор проблемы есть и к сожалению не всегда своевременно и в полном объеме обеспечивается препаратами и с чем вот я в последнее время больше всего сталкиваюсь если по детям выписали препарат там противосудорожный трансмоказальных сейчас доступ есть к ним да все выписывают то если к 18 годам вы заранее не побеспокоились не потеребили взрослую поликлинику в которой вы будете прикрепляться не принесли выписку заблаговременно где указаны препараты то потом несколько месяцев уходит на то чтобы добиться во взрослой поликлинике бесплатной выписки рецептов на необходимые препараты противосудорожные проблема такая есть к сожалению преемственность у нас между детской и взрослой службой не очень поросшая во многих местах и от вас от нас с вами от некоммерческих организаций тоже тут может много зависеть и изменяться приходите в поликлиники рассказывайте им как это важно взаимодействовать детской поликлиники и взрослой по том что преемственность все-таки существовала введение таких тяжелых пациентов и родителям объяснять чтобы они заблаговременно побеспокоились чтобы была выписка детской поликлиники подготовлена выездная служба подготовит свою выписку все эти документы можно к ними заранее подойти во взрослую поликлинику знакомиться с заведующим мы к вам прикрепимся нам через месяц 18 нам нужны будут такие препараты да потерпеть побеспокоить чтобы препараты получить ну хотя бы не с большой задержкой понятно что тут еще у нас идет и оформление инвалидности параллельно тоже с этим не нужно затягивать у нас был отдельный вебинар по оформлению инвалидности по новым правилам кто пропустил можно к нему возвращаться видеозапись смотреть материал на портале тоже за два месяца поликлиника может уже направить в бюро МСЭ направление для переоформления инвалидности 18 лет чтобы потом все документы все прошло вовремя и задержки в льготном лекарственном обеспечении по внесению в реестр инвалидов данных не было это все тоже очень важно преемственность между выездными патронажными службами к сожалению здесь тоже проблемы большие то есть с детской службы ребенок снет с учета а взрослая искать приходится долго добиваться визита долго это очень расстраивает к сожалению и мешает пациентам получить качественную помощь если вы работаете некоммерческая организация работаете в регионе пожалуйста выявляйте такие проблемы приходите к ним во взрослые службы созывайте круглые столы я знаю регионы где собирается большое совещание в котором посвящено преемственности паллиативной помощи где встречаются детские службы взрослые поликлиники выездные общественные организации работающие здесь пациентские сообщества родители и все вместе обсуждают какие у нас есть проблемы давайте как их решать выстоим маршрутизацию чтобы этого не было что еще может помочь в прошлый раз я уже упоминала если кто пропустил при преемственности между при прием обеспечении противосудочными препаратами эпилептологическая служба вот такая так иногда называют и кстати она упоминается в клинических рекомендациях которые видите на экране эпилепсия или эпилептический статус у взрослых и детей единые клинические рекомендации разработаны вот и прямо там указано что дети получающие паллиативную помощь которым назначены транспорт указательные бензодиазепины должны иметь возможность продолжить беспрерывно эту терапию подобранную во взрослой службе большие проблемы вот именно на этом моменте если по детям по обеспечению все-таки проблем существенно стало меньше как мы в прошлый раз на прошлом вебинаре проводили опрос действительно вы тоже сообщаете о том что доступность таких препаратов стала больше то для взрослых к сожалению это еще сохраняется 18 лет исполнилось но по факту это такой же ребенок остался с тяжелым состоянием неврологические наши пациенты да они остают и по физическому развитию и по всем остальным параметрам им также нужно продолжать препараты единственное да чтобы врач не забывал смотреть дозу по весу когда тоже сталкивалась со случаем когда вроде бы ребенок уже прибавил весе а дозу не посмотрели не откорректировали может быть ухудшение тоже это важно немножко остановлюсь на трансмуказальных бензодиазепинах думаю что многие из вас были на конференции популятивной помощи которая недавно состоялась и которую ассоциация проводила была очень интересная секция посвященная трансмуказальным бензодиазепинам это как раз препараты которые вводятся через слизистую оболочку противосудорожные медазолам защечный диазопам ректальный очень интересная секция кто пропустил рекомендую когда будет доступна запись посмотреть выступали прекрасные специалисты и врачи и представители фармкомпании и ученые это было очень интересно понятно и надеюсь что доступность у нас будет только расти таких препаратов потому что это действительно очень удобное применение средства не нужно колоть ребенку если у него судороги конечно мышцы вводить препараты сложно а эти препараты очень удобны для введения если делать все правильно как раз про это тоже там рассказывали рекомендую всем эту секцию пересмотреть записи и послушать Елена Людмила Владимировна Шершакова представитель Московского эндокоренного завода очень данные интересные по регионам приводила по закупкам таких препаратов то есть препараты где-то закупаются где-то не закупаются где-то не расходуются то есть на этапе логистики к сожалению у нас перебои бывают и это сказывается потом на доступности для пациентов тоже может этот вопрос поднять на круглом столе у себя в регионе обсудить это это тоже очень важно по порядку действий по получению лекарственных препаратов мы схемку вам показываем в прошлый раз подробно объяснили в принципе схема такая же как и по остальным лекарственным препаратам для родителей как вы маршрут объясняете но еще раз напоминаю если это препарат для обезболивания противосудорожный которого нет наличия или заканчивается в этом случае мы не ждем долго ответы а сразу пьем во все колокола звоним на все горячие линии что препаратам обеспечили пациенты и сняли тяжелые проявления заболевания если препарата для обезболивания нет что мы можем сделать если препарат обезболивание требуется срочно обезболивание бригады скорой помощи поводом для вызова бригады скорой помощи в экстренной форме является в том числе болевой синдром это указано в порядке оказания скорой медицинской помощи утвержденный приказом Минздрава 388 Н отдельный приказ вот там прямо говорится что болевой синдром является поводом для вызова скорой скорая не может вам не должна отказывать не выехать на болевой синдром если это случилось да то оказать такую помощь время время доезда также этим же приказом утверждены не только порядок оказания скорой помощи но и правила организации деятельности выездной бригады это отдельный раздел этого приказа там в пункте 6 прямо указано даже что время доезда не должно быть не превышать 20 минут до пациента тоже это норма на которую можно ссылаться если вдруг у вас в регионе постоянно проблемы с доездом скорой не оставляйте эти моменты без внимания общественности все-таки это надо решать в территориальных программах госгарантий время доезда обязательно должно быть указано для каждого региона оно может быть скорректировано но обоснованно поэтому поинтересуйтесь в территориальной программе госгарантий какое у вас прописано время доезда скорой интересно и соблюдается ли оно это очень важно как раз общественные коммерческие общественные организации могут контролировать все эти вопросы бить тревогу если что-то не работает все-таки решать эти проблемы для этого мы и нужны что еще про скорую помощь важно сказать что обязательно в укладках скорой помощи должны быть наркотические обезболивающие препараты морфин должен быть травмодол приказ мездрава 1163 утверждает требования комплектации укладок вот прямо кусочек вам сделала скриншот из этого приказа поэтому если вдруг приезжала скорая в укладке не было морфина но это убьющий факт которому тоже нельзя оставаться равнодушными решать такую проблему чтобы в укладках препараты были теперь защиту прав пациентов мы с вами поговорили на что в законах мы можем ссылаться защищая права пациентов помогая родителям защитить права ребенка на обеспечение препарата схемка такая же о которой мы с вами говорили по всем лекарствам обращаемся к главному врачу выписан рецепт если поликлиника выписала рецепт тут проблем нет и проблемы пошли дальше то есть в аптеке нет препарата напоминаю мы вам высылали в подборочке в телеграм канал лектория ссылочку на статью что делать если рецепт не обслуживает препарата нет в аптеке как обратиться правильно и быстро и удобно роддрафнадзор родственникам чтобы рецепт обслужили препарат выдали в этом случае куда мы кроме роддрафнадзора можем обращаться в Минздрав региона департамент или министерство или комитет здравоохранения смотря как называется такой орган в вашем регионе в Роздрафнадзоре есть горячая линия мы еще неподробно поговорим что это с горячей линией какие еще бывают горячие линии куда можно позвонить и в какое время кроме того по лекарственным препаратам приема если вдруг что-то не работает долго и не получается решить на всех упомянутых мной уровнях обращаемся в прокуратуру прокуратура может выйти в суд за счет прав пациента все это подробно с вами разбирали не будем останавливаться но хотелось бы поговорить сегодня про сайт Роздрафнадзора и горячую линию Роздрафнадзора кто-то где-то что-то слышал даже есть номер телефона но работает ли это наши родители обращаются наиболее удобным и надежным способом подать обращение в Роздрафнадзор является направление обращения вот у вас сейчас скриншот на сайте сайта Федерального Роздрафнадзора направить обращение кликайте на эту мышкой и переходите в форму обращения заполняете подаете прикрепляете какие нужны документы все но еще обратите внимание вот стрелочка написана номера телефонов горячей линии в субъектах Российской Федерации что это за горячие линии переходим по этой ссылочке здесь мы видим номер телефона это круглосуточная она озвучивается как круглосуточная бесплатная горячая линия Роздрафнадзора по соблюдению прав граждан в сфере охраны здоровья круглосуточная ли работает линия сейчас мы тоже скажем на следующем слайде я вам покажу и дальше есть видите ссылочка на телеграм что это такое появился у горячей линии Роздрафнадзора канал в телеграме можно на него тоже подписаться и смотреть какую-то там актуальную информацию прямо с сайта Роздрафнадзора перейти туда подписаться и ниже как вы видите номера телефонов горячей линии в субъектах вот можно открыть для себя и посмотреть найти свой субъект посмотреть горячую линию номер телефона позвонить на нее проверить насколько она работает и озаботиться с этим вопросом чтобы в вашем регионе горячая линия работала многие регионы сейчас организуют координационные центры горячей линии координационные центры оказания палеотинной помощи вот если вы работаете в своем регионе вы должны знать где у вас эти контакты куда вам направить родственников и как это работает проводите проверку разбирайтесь в проблемах если такие возникают а горячая линия федеральная для чего какие она вопросы на ней рассматриваются вот если вы видите перечислены прямо на сайте роздрафнадзора все вопросы для чего это почему это важно когда горячая линия работает в режиме автоответчика вам нужно четко озвучить по какому вопросу вы звоните по какому вопросу вы обращаетесь чтобы вам перезвонили потом оператор в часы работы оператора и если это вопрос льготного лекарственного обеспечения прямо так и говорите что по вопросу получения льготных лекарственных препаратов родителям это объясняется как озвучить я обычно родителям говорю что перед тем как звонить возьмите бумажку и напишите себе что вы должны сказать что язва такая-то такая-то по вопросу льготного лекарственного обеспечения сына который является ребенком инвалидом прямо озвучить или по вопросам обезболивания озвучивать это прямо в своем сообщении какие же часы горячая линия работает в режиме автоответчика вот благодаря горячей линии на которую я зашла и подписалась я вот обнаружила там такое объявление с расписанием и как теперь всем понятно что вечернее ночное время она работает в режиме автоответчика и в выходные дни в определенные часы поэтому если вы попали на режим автоответчика или родители попали да необходимо наговорить сообщение лучше его на бумажке себе написать да и родителям я всегда советую напишите себе что сказать да и вот здесь на этой памятке вы можете увидеть да те данные которые необходимо оставить нам соответствующих ну и график работы операторов тоже написан если вы попали на оператора вот все это озвучиваете горячая линия регистрирует федеральный урок граф натор регистрирует ваше обращение по названным темам вот ну если вы подали заполнили электронную форму родители заполнили то это тоже работает потом получаете письменный ответ это важно не буду здесь останавливаться мы много с вами разбирали вопросы важности получения письменных ответов от госоргана вот что хочу про портал сказать из сегодняшнего материала мне бы хотелось ваше внимание обратить на один материал это статья что делать с лекарственными препаратами медицинскими изделиями и техническими средствами реабилитации после смерти близкого вот этот материал в котором понятным языком для родственников разъяснено что куда нужно сдавать что не нужно сдавать потому что иногда возникает путаница да если например технические средства реабилитации инвалиду выдаются безвозмездной пользы без сдачи да возврату не подлежат то например медицинские изделия переданы палеотивным пациентам в пользование да кровати подъемники если переданы аппаратура медицинская то ее по договору передали ее необходимо вернуть чтобы родители это не забывали и также что делать с лекарственными препаратами подробно разъяснено в этой статье чтобы все могли ознакомиться и сохранить себе делиться с родителями пожалуйста все что мы рассказываем для того чтобы вы уверенно ориентировались во всей этой нормативке во всех этих правилах и могли родителям понятно и подробно разъяснить что зачем и как им сделать а чего делать нельзя надеюсь это было сегодня понятно приглашаю всех на портал пропалиотип надеюсь вы уже туда заходили кто не заходил заходите и если возникнут вопросы по конкретному кейсу у родителей им нужна будет помощь в фонде вера как юридическая психологическая так просто информационная или благотворительная помощь то можете делиться с родителями адресом электронной почты нашего проекта помощь детям и мой адрес электронной почты тоже на слайде если вдруг у вас будут вопросы всегда рада помочь я или коллеги чем знаем всегда ответим нам важно и ваша экспертиза потому что все знать невозможно у меня тоже не по всем сферам есть знания мне всегда очень ценно когда вы в нашем чате лектории например рассказываете делитесь какой-то практикой каким-то опытом это очень важно ну пока у нас осталось время и вопросы пока не поступили я бы хотела немножко тогда раз время осталось поговорить о том что еще могут некоммерческие организации сделать в работе с родителями да не только закупить что-то фондом да или разъяснить что-то но и заниматься системной работой у себя в регионе это очень важно и если вы читали у нас новости да в канале лектория в чате мы пишем недавно в Санкт-Петербурге приятное произошло изменения произошли да чего родители которые там проживают долго добивались у нас много из Санкт-Петербурга родителей и по получению питания там как и в других регионах часто возникают проблемы немножко сегодня другой пример вам расскажу раз у нас по наркотическим больше нет вопросов давайте поговорим вообще как привести какие-то проблемы потому чтобы эту проблему решить системно на уровне региона вот была проблема да мы с вами разбирали на вебинаре по получению специализированного лечебного питания что действительно проблема сложная есть дети с орфанами заболевания у которых стандарт медицинской помощи включены продукты специализированного лечебного питания есть другие дети инвалиды которые нуждаются в применении таких смесей для интерального питания но у которых стандарт по заболеванию такое питание не включено да законодательство нам предлагает провести ПК назначить препарат а кто должен обеспечить откуда деньги непонятно и вот ряд регионов уже решили в своем субъекте эту проблему Свердловская Сахалинская Самарская область и вот Санкт-Петербург какой-то категории детей Свердловская например Самарская для детей стоящих на палеотивном учете Сахалинская область для детей инвалидов в которых установлена гастростома приняты дополнительные меры соцподдержки по обеспечению лечебным питанием в той или иной форме в Сахалинской области компенсация а в других областях подается питание в Санкт-Петербурге такой категории было только два заболевания дети с короткой кишкой и с муковисцидозом обеспечивать за счет регионального бюджета и вот в конце этого года у нас приятная новость что в течение двух лет многие родители в Санкт-Петербурге писали жалобы прокуратуру в Росздравнадзор прокуратура выходила в суд суд выносил решение в пользу ребенка ребенок получал питание но вся эта длительная тюрьма тяжелая история конечно была неприятна и родителям но видно и Росздравнадзор и прокуратуре тоже и в этом году по обращениям родителей прокуратура и Росздравнадзор направили предложение главе региона правительства Санкт-Петербурга гемитета здравоохранения и было разработано изменение в социальный кодекс Санкт-Петербурга в результате с 1 января 2024 года те дети инвалиды в которых стандарт медицинской помощи не включено натуральное питание то есть специализированные продукты лечебного питания но они в них нуждаются медицинским показаниям это по жизненным показаниям это установлено решением врачебной комиссии вот они будут обеспечиваться за счет бюджета Санкт-Петербурга вот такое решение видите работа с родителями приводит к тому что происходит существенные изменения в законодательстве и в системе социальной поддержки в семей с тяжело больными детьми то ради чего мы с вами работаем вот и я призываю вас делитесь своими успехами пусть небольшими когда вы решили какой-то случай какой-то непростую проблему да разрулили у себя с семьей с ребенком с медорганизацией у вас что-то получилось делитесь с коллегами в чате лектории я надеюсь что этот чат у нас продолжит существовать мы еще с вами много всего интересного там узнаем выясним поделимся друг с другом и будем работать на благо наших подопечных семей детей и взрослых и уже становятся которые становятся потом взрослыми нужна такая же помощь спасибо вам за внимание за то что слушали вопросы у нас не появились Инна Михайловна Черкасова здравствуйте Инна Михайловна у нас участвовала в вебинаре в одном по медизделиям очень приятно какой механизм существует при отказе от медорганизации в которой находится ребенок в обеспечении пятидневным запасом наркотическими средствами вот у меня не было такого случая Инна Михайловна тоже я поэтому спрашиваю у меня единичные были случаи когда я с этим сталкивалась обычно к нам родители приходят когда они уже дома у себя и уже без препарата оказались если у вас какие-то дети находятся в стационаре и собираются уехать что делать вот как я вижу такой механизм у меня такого не было если какой-то случай будет и вам удастся преодолеть вот этот отказ ну поделитесь со всеми пожалуйста как я это вижу лечащий врач объясняет маме что да вот мы закончили лечение дальше вы едете домой делаете рассказывает план что вы должны дома делать у себя допустим это паллиативный ребенок который продолжит дома и ребенок получает обезболивание и он уезжает мама должна задать вопрос то есть заблаговременно она должна знать о том а где нам препараты получить вот сейчас мы от вас выедем мы можем получить эти препараты у вас врач говорит нет у нас нету мы не выдаем что делать да то есть обратились к заведующему отделению обратились к главному врачу письменное заявление маме можно помочь от руки продиктовать она написала и позвонить на горячую линию раздравнодзора о которой я рассказала телефон доступен бесплатно и по всей стране я думаю что это стоит сделать подать обращение через горячую линию спасибо за вопрос итак я думаю что мы ударно провели с вами этот год много важного и нужного узнали благодарю вас за участие за вашу экспертизу за то что делитесь опытом до свидания до новых встреч спасибо